Вот такую тревожную картину парящих потоков кипятка жители новостроек по улице Баженова наблюдали с четверга прошлой недели. О том, что так быть не должно, по всей видимости, догадывались многие, в том числе и представители управляющей компании. Однако повлиять каким-то образом на ситуацию никто не смог. Неудивительно, что закончилось все аварии, в результате которой несколько домов и детский сад остались без света, воды и отопления. В нашу телекомпанию обратились встревоженные жители с просьбой помочь разобраться в том, что же произошло. Ведь по их словам, им никто ничего не удосужился объяснить. Мы сами не знаем, нам, видите, никто ничего не говорит. Идет течь, кипятка происходит. И все эти четыре дня она идет, естественно, случилось замыкание. Сегодня мы шли в садик. Чуть ли не пожар, все искрилось. Я быстрее побежала с ребенком, схватила его. Потом отключили свет, отключили воду, отключили отопление. И говорят, мы не знаем, мы жалуемся везде. То есть звоните в телевидение. Однако оказалось, что в этих домах проживают и более осведомленные жители. Сложа руки, они все эти дни не сидели, правда, и повлиять на ситуацию не смогли. Зато разобрались, что к чему. Теплотрасса прорвалась. Четыре дня залило. Залило нашу РП. Все оборудование залило. Как сказали мне, что там произошел взрыв. И все отключилось. Так как РП принадлежит ЗАО «Жилстрой», это московская строительная компания, она банкрот. Сети принадлежат ей. РП принадлежит этому «Жилстрою». Они никакого обслуживания не проводят. И, соответственно, ничего происходить за их счет не будет. Примерно то же самое нам сказали и представители управляющей компании ООО «Комфорт». От общения на камеру они не отказывались, но признали, что в данной ситуации от них ничего не зависит. Было доложено в теплосети диспетчеру об аварии, на что было отвечено, что теплосети не переданы, неизвестно у кого находится, устранять не будем. Два дня до пятницы мы бились-бились, совсем так и не выяснили, кому она принадлежит. После чего до сегодняшнего утра произошло короткое замыкание на РП-56. На данный момент какое-то решение в администрации принято, приехала бригада, но не могли отключить из-за садика. Теплоноситель есть у них. Дальше не могу ничего прокомментировать, потому что не владеть, дальше сформация будет. Еще один факт настороживший жителей. Именно сегодня управляющая компания «Комфорт» начала вывозить из занимаемого ей помещения свои вещи. Нам представители компании объяснили, что это помещение у них отсудил банк в счет долга обанкротившегося жилстроя. Поэтому они вынуждены сменить место пребывания. Однако, как оказалось, у жителей другая информация. Сегодня мы звонили в управление энергетики. Нам сообщили, что «Комфорт» уже признали себя обанкротом. В пятницу уже было собрание по нашим домам. Они в курсе, они сказали, что они, возможно, от энергетиков, возможно, нас перекинут на другую линию, пока разбирательство идет. Поэтому «Комфорт» точно не переезжает, а убегает. Мы решили вместе с жителями еще раз позвонить в управление энергетики для подтверждения данной информации. Это вам звонят с жилстроя, с улицы Баженова, 29. Я сегодня вам звонила по поводу того, что нам отключили электроэнергию. А вы не могли бы еще раз прокомментировать, что там произошло? В пятницу было как раз собрание, вы сегодня говорили об этом. Что «Комфорт» объявили себя банкротом. Кому я должна прокомментировать? Вот сюда сказать по телефону. Мне сказать по телефону. Меня зовут Светлана. Я сегодня вам звонила. Я сейчас с соседями и с телевидением хотели бы услышать еще раз это. В телевидении никаких комментариев я не имею прав давать. Так что извините. Вам я все сказала. Больше я ничего. То, что в моей компетенции было. В реестре банкротов, кстати, данные компании не числятся. Зачем было обманывать жителей? Непонятно. Тем более, что по всей видимости от управляющей компании в данном конкретном случае действительно ничего не зависит. Мы надеемся, что в ближайшее время последствия аварии будут устранены. В любом случае, мы будем продолжать следить за ситуацией.